привет виноградари я снова приветствую вас на своем канале сегодня у меня в руках вот такой инструмент это обычные ножницы особенность их в том что они тупые вот эти кончики и вообще они не очень острые сегодня я буду показывать как прорезают кисти на винограде и для чего это делается для начала вот возьмем эту кистью я так распределил по нескольким как бы категориям кисти которые вот например у меня получились вот такая кисть она практически а тут хочу еще забежать вперед и сказать значит нужно вообще знать и какой у вас на сорт и ну или по крайней мере знать какие вырастают ягоды полной зрелости вот например если я взял вот эту кисть то прорезать ее именно количество ягод не нужно этого вот количество ягод будет достаточно чтобы заполнить полностью кисть она будет не плотная и нерыхлая и единственное вот на таких кистях я прорезаю только неоплодотворившихся ягодки которые цветочки которые там не завязались их сразу видно они отстают в росте они гораздо меньше вот беру второй пример кисть она кстати здесь вот разница в том что таких находилась немножко среди так среди листьев а это крайне и вот что мы имеем такая трехлопастная кисть вот основная как бы часть кисти крупные ягоды а две лопасти вот они слева находятся они это не горошение это нормально оплодотворившиеся ягоды но их слишком много завязалось и вот они там мелкие вот именно ту часть но эту часть я тоже прорезаю это тоже будет плотной какую опасность несет себе плотная кисть во первых после дождей в ней внутри остаются остатки воды а это будет такой источник будущей инфекции поэтому и самое тоже немаловажное то что слишком много ягод приведут к тому что кисть будет либо ягоды будут мелкие и во время роста они начнут выдавливаться из кисти деформироваться ну вообще-то они будут иметь не очень привлекательный вид поэтому такую операцию по прореживанию по осветлению кисти нужно проводить обязательно особенно на плотных таких набитых кистях но здесь есть одна такая особенность вот я перебью сам себя вот третья кисть вот эта кисть здесь явные признаки горошения поэтому здесь видно что слишком много гороха основная часть кисти но даже не основная может всего лишь третья часть опылилась нормально остальные ягоды гораздо меньше и их нужно тоже удалить какие здесь у нас особенности во первых ягоды покрыты специально восковым налетом таким пруином этот пруин он его можно заметить такого сизоватого цвета и имеет матовый вид так вот этот пруин он не для красоты здесь создан самой природой а потому что он во-первых делает кисть нашу несмачиваемую водой вода с него стекается может помните как на хорошо покрепленных ботинках хорошим кремом и сама это со вернее сам этот пруин защищает саму кисть от испарения воды и самое главное от повреждения микроорганизмами вот кстати можете увидеть какой результат этого осветления прорезывания кистей поэтому нужно стараться максимально сохранить этот восковый налет но если не получается то я бы рекомендовал что вот эту операцию по осветлению взять ее и совместить с последующей обработкой препаратами ну на этом все спасибо до свидания